Добрый вечер! Это телеканал Ласт Вест и программа Дайджест новостей, в которой мы каждый день показываем вам самые интересные новости Европы на русском языке. С вами Дарья Сухарчук и вот о чем мы будем говорить с вами прямо сейчас. Протесты в Москве. Тысячи людей вышли на улицы с требованием отменить уголовную статью 228. Матеус Альвини против спасателей. Итальянские власти теперь будут штрафовать капитанов и владельцев кораблей, которые попытаются высаживать беженцев в итальянских портах. Аренда в Берлине станет еще дороже. Казалось бы, причем тут попытки властей заморозить рост цен на недвижимость. Более 420 человек задержаны сегодня в День России во время мирной протестной акции в Москве за отмену 228 статьи Уголовного кодекса. Той самой, по которой едва не осудили корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Московские власти так и не согласовали проведение акции на том основании, что она может помешать праздничным мероприятиям. Дима, это ты что ли? Позор! Позор! Позор отпустите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это ваша мечта женщины steak У меня продемонтируется Затобусы тойдут Выкинг Покамinh Вот только что вы видели, как был задержан известный оппозиционер Алексей Навальный. Надо сказать, что среди задержанных сегодня было много журналистов российских СМИ. Кроме того, задержано несколько журналистов иностранных изданий. Продюсер немецкого Шпигель Александр Чернышев и французский фотограф Эммануэль Гринспин. И это несмотря на то, что у них были при себе все положенные по закону документы. И полиция, по идее, не имела права их задерживать. Кроме того, оказался задержан и наш корреспондент, редактор соцсети Эдуард Бурмистров. Сейчас его уже отпустили. Но за несколько часов до своего задержания он успел поговорить с главным редактором «Медузы» Иваном Колпаковым и владелицей издания Галина Тимченко. Я боюсь, что меня неправильно поняли. Но дело не в солидаризации. Мне кажется, что Ваня вышел в результате фантастической кампании журналистской, активистской и гражданской солидарности. Гражданская солидарность, в общем, это уже давно не только про журналистов. Но у журналистики есть свои функции, у журналистов есть свои правила. Журналистика работает по правилам. Мы не инициировали акции. Мы счастливы, что они произошли. Мы благодарны каждому человеку, который вышел на эту акцию. Мы сами здесь, как частные люди. Но мы не организуем эти акции. Мы делаем свою работу. Мне кажется, что Ваня Голунов стал таким важным человеком последние дни. Потому что он всегда занимался журналистикой. Не активизмом. Он никогда не занимал сторону. Он никогда не позволял себя использовать в политической борьбе. Это человек, который от первого дня до последнего работал как честный журналист. Это очень важно. Это сложная вещь. Кажется, это возможно, выглядит как предательство, но это не оно. В том-то все и дело, что каждый должен заниматься своей работой. Гражданские активисты делают очень важную работу. Иногда используют функции журналиста, безусловно. Иногда уничтожить вопрос, пожалуйста. Они пересекаются, интересно. Вот вора уже... В своем... Можно один вопрос, пожалуйста. Вот вчера в своем заявлении вы предлагали всем нам немного выпить сегодня. Добиться согласованной акции в ближайшие дни. Почему вы все-таки решили прийти? Потому что... Нельзя не прийти. Потому что... Потому что мы не знали до поздней ночи, что будет происходить здесь. И мы оценили утром здравым образом обстановку. И решили, что мы должны здесь быть. А как и вам, все хорошо? Да. Я бы сказал, что более-менее не. А вот видео, которое снял наш корреспондент Эдуард Бурмистров, уже находясь в автозаке, куда в общей сложности затолкали 23 человека. Среди них были как участники протеста, так и журналисты, и просто случайные прохожие, которые вышли погулять по центру Москвы в выходной день. Микроавтобус периодически останавливался на бульварах, и туда вталкивали все новых и новых людей. Одной женщине стало плохо. Росгвардейцы игнорировали требования вызвать скорую. Ее буквально спасла, женщину буквально спасла, вытащила из автозака политолог и член президентского совета по правам человека Екатерина Шульман. И это далеко не единственный пример жесткого обращения полиции с задержанными на акциях протеста. Вообще, дело Ивана Голунова привлекло к себе необычно много внимания в Германии и вызвало множество призывов к солидарности с российскими коллегами в немецкой прессе. Все сколько-нибудь заметные издания выпустили по нескольку статей, посвященных делу Голунова. Все они пишут о беспримерном случае международной солидарности. Корреспондент Шпигель пишет о том, что одно это уже вновь для России. Еще более необычным выглядело вчерашнее заявление министра внутренних дел Владимира Колокольцева о будущей отставке высокопоставленных московских полицейских. При этом тот же Шпигель делает вывод, что российские власти не ожидали такой острой реакции общества на арест Голунова. Именно в этом Шпигель видит повод для оптимизма. Протесты в России все же работают. А в берлинской газете Tagesspiegel тоже вышла колонка, где автор находит другое объяснение такому быстрому освобождению Голунова. По мнению автора Tagesspiegel, его задержание с самого начала не было санкционировано из Кремля. Именно поэтому даже в некоторых прикремлевских СМИ в эти шесть дней появлялись высказывания в поддержку арестованного журналиста. А московский корреспондент газеты Welt тоже подробно писал о случае Голунова. Он также упомянул о том, что российские провластные СМИ явно поддерживали Голунова с разрешения администрации президента. А неожиданно быстрое прекращение уголовного дела корреспондент Welt назвал пиаровской победой Владимира Путина. Теперь ему будет что предъявить иностранным журналистам и политикам, обвиняющим его режим в нарушении свободы слова и полицейском произволе. Пожалуй, такого активного освещения протестов в России в немецких СМИ не было, наверное, со времен Пусси Райет и протестов на Болотной площади. Еще больше подробностей сегодняшней протестной акции вы увидите через несколько минут в программе «Что бы это значило» с моей коллегой Марией Макеевой. И кроме того, я хочу вам сказать, что в Берлине сегодня прошла небольшая акция солидарности с Москвой. Участники прошли по Унтерден Линдену от Бранденбургских ворот до российского посольства. Видео с акции вы можете увидеть в наших соцсетях. Итальянские власти будут теперь штрафовать на сумму от 10 до 50 тысяч евро корабли, которые нарушают запрет правительства на высадку беженцев в итальянских портах. Этот декрет вступил в силу в ближайшее время, а министр внутренних дел Матео Сальвини уже его подписал. Сальвини – лидер радикально правой итальянской партии «Лига». И в последнее время он заметно усилил свое влияние, после того, как его партия набрала большинство голосов на майских выборах в Европарламент. Этот декрет позволит нам арестовывать корабли, которые многократно нарушают требования статьи 1, запрещающие вхождение в территориальные воды. Капитанам и владельцам судов, которые не соблюдают правила итальянской береговой охраны, грозят штрафы от 10 до 50 тысяч евро. Также теперь мы сможем плодить агентам под прикрытием, которые помогут нам бороться с контрабандистами за пределами Италии, а также прослушивать переговоры между контрабандистами и их подельниками. Этот чрезвычайный декрет, кроме всего прочего, значительно расширяет полномочия собственного Министерства внутренних дел. Раньше такие вопросы, как арест кораблей и штрафы для них, находились в ведении Министерства транспорта. Кроме мер, направленных на борьбу с миграцией, в нем есть и другие важные пункты. Так, тем, кто участвует в столкновениях с полицией и применяет при этом палки, камни или бейсбольные биты, грозит тюремный срок до 4 лет. Тем, кто скрывает лица и отказывается называть свои имена, до 3 лет тюрьмы или до 6 тысяч евро штрафа. Кажется, квартирный вопрос в Берлине станет сейчас еще острее. Сегодня немецкий союз домовладельцев объявил о повышении цен на квартиры в Берлине. И связано это, как ни удивительно, с планами берлинского правительства остановить повышение цен на жилье. Дело вот в чем. С 2020 года в городе должна на 5 лет заморозить арендную плату на уровне 18 июня этого года. Предположительно, что не позднее 17 июня заморозка арендной платы может вступить в силу во всем Берлине. Я считаю, что это очень плохой пример сотрудничества властей и домовладельцев. Сейчас нам фактически назвали дату со словами «поднимайте цены сейчас, пока можете, потом вам это запретят». Так можно поступать, но я думаю, что это имеет мало отношения к ответственному решению важного для общества вопроса о жилье и его доступности. Я это всячески осуждаю. Вообще идея городского правительства заморозить цены критикуют не только владельцы домов. В городском парламенте тоже есть противники этой меры, которые считают, что это в конечном итоге приведет к тому, что квартир на рынке станет еще меньше, а качество жилья при этом станет хуже, так как владельцам станет просто невыгодно ремонтировать квартиры. Если вы покупаете продукты в немецких супермаркетах сети «Эдека», то в последние дни вы могли видеть там вот такие вот объявления, где говорится, что в связи с забастовками некоторые продукты не получилось вовремя доставить в магазины. Сотрудники складов «Эдека» действительно бастуют в этом месяце. Конечно, не все и не каждый день последняя забастовка была как раз перед выходными 6 июня. В ней приняло участие 500 человек. Следующая ожидается 24 июня. И пока кажется, что она действительно состоится, так как руководство сети пока не выполнило требования бастующих повысить зарплату на 7% и увеличить выплаты за обучение. Кроме сотрудников сети «Эдека», в эти выходные в нескольких землях забастовали сотрудники сети «Карштадт» галерея Каухоф. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вы благополучно добрались домой, не вымахнув под очередным берлинским ливнем. А я желаю вам хорошего вечера и не переключайтесь.